Пагубное влияние сверстников или копирование поведения взрослых в общественной палате обсудили проблему жестокости в молодежной среде. Несмотря на то, что за последние 10 лет уровень подростковой преступности в целом снизился, вопрос остается болезненным. То и дело, в СМИ попадают истории о жестоких поступках, которые совершают совсем еще, казалось бы, дети. Печальная статистика в репортаже Ксении Лосевой. Несенсорная брань в общественных местах, кражи, порча чужого имущества, наркотики, драки и даже убийства. Все это из жестокого мира взрослых уже давно перекочевало в мир детства. Если раньше случаи агрессии были чем-то из ряда вон выходящим, теперь они – часть повседневной жизни. И пусть уровень детской преступности в Коми за последние десятилетия снизился почти в три раза, некоторые показатели, наоборот, из года в год вызывают все больше опасений. На 75% в абсолютных числах вроде бы немножко, да, с 4 до 7, но оно есть, произошел рост преступлений по статье 132 Уголовный кодекс насильственных действий сексуального характера. На 13,3% увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии в сфере незаконного оборота наркотиков. Хочу вам сказать, что подростки у нас в основном выступают в роли закладчиков, а не употребляющих данные вещества. И у нас увеличилась третья категория преступлений – это угоны. Преступления несовершеннолетних все чаще носят корыстный характер. Впрочем, многие из них по-прежнему совершаются из-за банальной ярости. По зарегистрированным преступлениям лидируют Печора, Сосногорск, Усть-Цилимский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы. Каждый новый случай поражает своей жестокостью и ставит перед обществом очень неудобные вопросы. Главный среди них, конечно же, кто виноват в том, что дети уже давно перестали быть детьми и с ранних лет проявляют жестокость и равнодушие. Одним из факторов может быть социальный фактор, когда дети воспитываются в условиях агрессивности, когда родители и культура, где дети общаются, это либо родители и взрослые, скажем, зачастую применяют насилие, или субкультура подростков, где тоже культивируется насилие. Одним фактором может быть, одним из факторов, это расстройство личности, ну что уже относится к психиатрии, скажем. Единогласного мнения по поводу причин подростковой агрессии нет. Впрочем, поиск виновных здесь, наверное, и не поможет. Нужно как можно скорее определиться с ответом на еще один вопрос, что делать с ситуацией дальше. Здесь вариантов несколько. Один из методов, как можно чаще занимать проблемных детей кружками и спортивными секциями. А еще возобновить институт наставничества. В подростковом возрасте дети особо нуждаются в поддержке старших. Поэтому важно, чтобы в этот период они видели как можно больше положительных примеров. Ведь в конечном итоге все модели поведения они копируют именно со взрослых. Ксения Лосева, Евгений Стокас, Алексей Прошуков, Телеканал Юрка.